приора в заборе коленовод собрал обочины оправдал теракт и бмб едет против шерсти привет друзья это место происшествия мы собрали для вас лучшее видео и новости к этому часу но кому покажется мало милости просим к нам в соцсети у нас есть группа вконтакте и телеграм-канал жаркое пятничное утро началось не с кофе у участников дтп на улице урицкого они умудрились не разъехаться на пустом перекрестке с улицы орловской по словам водителя приоры он ехал по главной дороге и в него врезалась ки а потом ладу отбросила на тротуар остановил автомобиль уже металлический забор разногласий у водителей не возникло на место аварии они вызвали инспекторов дпс сейчас обеим машинам предстоит ремонт весьма загадочное дтп произошло в кирове на улице севера садовой там по цепочке столкнулись три автомобиля и к сожалению без пострадавших не обошлось больше информации об этом и других авариях за сутки в нашем обзоре дтп произошло 27 июля в 15 35 напротив дома 9 по улице севера садовой по предварительным данным 57-летний водитель калины наехал на припаркованный опель после удара иномарку откинула на еще один припаркованный автомобиль peugeot дтп пострадал и обратился за помощью медиков мужчина за рулем отечественного авто еще одна авария в кирове в четверг вечером на улице розыксембург 35-летний водитель соляриса наехал на 10-летнюю девочку из-за этого ребенок травмировался ему пришлось вызвать бригаду скорой помощи в немском районе случилось серьезное дтп с участием большегруза по предварительным данным на 10 километре дороги корчаныни макельмей столкнулись камаз и гранта за медицинской помощью обратились 32-летний водитель легкового авто и его 43-летний пассажир в городе вятские поляны водитель мопеда альфа поехал на своем железном коне а потом не справился с управлением и упал на место аварии выезжали медики михаил вагин сергей пичугин место происшествия если после дорожных проблем у вас возникли проблемы финансовые получить необходимую помощь вы можете в компании финансы права консалтинг это юридические услуги как для бизнеса так и для физических лиц а если у вас много долгов а погасить их не можете процедура банкротства под ключ больше не нужно бегать по кабинетам все в одном месте также в компании есть услуги независимой экономической экспертизы и оценка имущества и бизнеса юридическая компания финансы права консалтинг находится по адресу улица воровского 21 офис 301 телефон для записи 47 83 38 до 7 лет тюрьмы за комментарии в социальной сети может получить 37-летний житель кирова алексей мужчина оправдал теракт который произошел в мае этого года нижегородской области сейчас возбуждено уголовное дело по словам обвиняемого он стал жертвой террористической пропаганды сейчас мужчина надеется на мягкий приговор в кирове разыскивают 79-летнюю надежду перминову женщина пропала вчера она ушла из садоводческого товарищества наука в деревне никуленки перминово страдает деменцией провалами в памяти болеет альцгеймером если вы ее увидели звоните по телефону на экране 15-летняя проекта место происшествия не за горами по этому поводу наши журналисты снимают полчасовой фильм который выйдет уже осенью мы покажем зрителям то что не вошло в наши репортажи например почему бывший журналист кости кузнецов больше не снимает пьяных водителей и преступников я такой что я сказал зачем потому что их было уже трое вот и я понял что они все естественно обернулись и увидели что я иду с камерой не то чтобы били они очень сильно мяли меня толкали расталкивали там пинали причинное место вред и польза от проекта как мстят пьяные водители журналистам зачем корреспонденту на съемке травматический пистолет все узнаете в нашем фильме а теперь топ народных видео мощным лобовым столкновением едва не закончился маневр водителя иномарки на загородной трассе видимо у нарушителя проблемы со зрением он пошел на обгон и не заметил встречную школу умирать в этот день никто не хотел шкода только пробороздила обочину на улице труда нагловатый водитель и решил что раз у него новый бмв ему можно ездить как угодно кроссовер поехал что называются против шерсти остановился и изрядно панервировал очевидцы а это нарушение кстати тянет на штраф 5000 рублей или лишение прав до шести месяцев на улице луганской крупно повезло любителю обгонов прямо у перекрестка наглый водитель шкоды в последний момент проскочил между встречной газелью и владельцем регистратора зачем так было рисковать непонятно плюс 29 градусов кирове явно повлияли на поведение неадекватного водителя land cruiser на октябрьском проспекте он дважды подрезал попутные автомобили а потом когда уже все стояли на перекрестке промчался на желтый сигнал светофора закипают мозги лучше остановись и охладись невероятную выдержку проявил очевидец в чистых прудах менее чем за минуту его подрезали дважды сначала водитель логана потом тракторист мало кто удивится если выяснится что оба подрезальщика братья и на этом у нас все с вас подписка и лайк с нас еще больше интересных видео роликов и новостей кстати по этому номеру и почте вы можете нам прислать свои видео будьте внимательны и осторожны до свидания